Если кто-то скажет о том, что в 21 веке библиотеки потеряли свою актуальность, то этот человек просто никогда там не был. Сегодня эти учреждения культуры остаются катализаторами самых смелых и интересных проектов, а в их фондах хранятся тысячи редких изданий. Брестская областная библиотека имени Горького – одно из таких учреждений. Организуемые здесь выставки демонстрируют посетителям уникальные книжные экспонаты. Например, экспозиция «За нашу и вашу свободу. Пусть к победе в Европе». Она уникальна тем, что все эти документы, все эти книги, мы получили более 30 лет назад, в 1990 году. Это часть большой коллекции «Fighting for Freedom» о США во Второй мировой войне. Здесь очень много атласов с картами действий, очень много воспоминаний непосредственных участников этих действий, причем не с нашей стороны, не с той стороны, к которой мы привыкли, а американцев, французов, самих немцев. Воспоминания Черчилля и Деголля, Оруэлла и Эйзенхаура – редкие атласы с уникальными фотографиями, картами, планами. Всего более 600 документов. Все они переведены опытными картографами и историками. В широком доступе в рамках выставки книги документы будут представлены до 11 мая. Также есть интересная книга «Воспоминания немецкого солдата», офицера 12-й танковой дивизии, который сражался непосредственно в Беларуси с 1941 по 1944 годы. Она была в оригинале написана на немецком языке, а сейчас переведена на английский язык и у нас представлена на английском языке. Книги на иностранных языках – предмет изучения филологов, историков, переводчиков – особая гордость библиотеки. Фунды значительно расширились за последние годы, и руководством библиотеки было принято решение выделения отдела литературы на иностранных языках в более просторного помещения. Как результат активного сотрудничества библиотеки с дипломатическими представительствами, работающий здесь ресурсный центр, созданный при поддержке посольства США в Беларуси. Начиная с 2001 года, мы очень активно сотрудничаем с ними в рамках нашего общего партнерского проекта «Все о США». И областная библиотека в Бресте была первой библиотекой в Республике Беларусь, на базе которой был когда-то и создан в 2001 году вот такой первый ресурсный центр. К настоящему времени во всех областных библиотеках Республики Беларусь существуют эти центры, и в некоторых городских библиотеках. А у нас в Брестской области три таких центра. Это у нас в областной библиотеке в Бресте и в городских центральных библиотеках городов Барановичи и Пинск. Организация мероприятий, проведение тематических встреч, онлайн-конференции – все это входит в его функциональное назначение. Но самое главное – это возможность познакомить читателей с уникальной литературой. В фондах хранятся оригиналы самых известных бестселлеров, а также энциклопедии, книги по искусству. Мы хотели бы рассказать о замечательных ресурсах, которые есть в нашем центре, в областной библиотеке. Мы хотели бы рассказать и показать эти ресурсы жителям Брестской области. Но по факту этот проект заключается в организации проведения таких выездных комплексных мероприятий. Анастасия Назарин, Плотнецкая, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.